Итак, чтобы снять напряжение с мышц шеи, необходимо проработать грудной отдел. Почему? Потому что у нас здесь есть 6 мышц, которые причиняют нашему грудному отделу много страданий. Первое – это ременные мышцы шеи. Они начинаются от остистых отростков в грудном отделе между лопаток и крепятся к поперечным отросткам шеи. Длиннейшие мышцы шеи, они крепятся паравертебрально от позвоночника сбоку и крепятся вот сюда. Ну и пятые и шестые мышцы, которые не стоит забывать, это мышцы, поднимающие лопатку. То есть вот здесь она находится и здесь. Они начинаются с верхнего угла лопатки и также крепятся к шейному отделу. Поэтому, если у человека болит шея, постоянные боли вот здесь вот, в шейном отделе, то не здесь надо работать, а на самом деле нужно проработать вот эту всю область. То есть нужно сделать хороший массаж, нужно как следует проработать все эти мышцы. Да, это может быть болезненно. Человек может даже попискивать от боли. Но наша задача не причинять человеку боль и страдания, а работать на уровне боли и наслаждения. Ни в коем случае никому не позволяйте вот так вот бить себя кулаком. Это идиотия и дичь полная, и кроме как обострения вы ничего этим не добьетесь. Значит, нужно проработать вот эту вот всю зону. Мышцы, поднимающие лопатку, вот эти вот сухожилия, они прямо очень ощущаются. Они аж прям хрустят под руками. И, как правило, у всех офисных сотрудников боль именно в этих областях. И когда мы все проработали, дальше идут манипуляции с шеей, на шейном отделе позвоночника. Это, как говорится, вишенка на торте. Но запомните, без хорошего и качественного массажа мануальная терапия дает результат минимальный. Ну и, конечно, в любом случае, помимо этой области, необходимо проработать поясницу, ноги, в общем, все тело. У нас все взаимосвязано в теле. И, конечно же, массировать только одну область. Знаете, как это модно сейчас говорить? Массаж шейно-воротниковой зоны. Это, конечно, бесполезное занятие. Также при работе с шеей необходимо проработать плечи, снять с них усталость. Вот есть ось с лопатки, вот такая косточка. Есть подосная мышца и надосная мышца. Необходимо их промять, надосную, подосную мышцу. С другой стороны тоже самое делаем. Я здесь показываю быстро, мазками, но в реалии здесь нужно работать дольше и более вдумчивей. Также мы можем руку завести за спину и проработать зону под лопаткой. Здесь мы затрагиваем еще и большую и малую ромбовидную мышцы. Под лопаточную мышцу, конечно, мы прорабатываем немножко по-другому. Здесь надо пациента уложить на спину. Ну, покажу как-нибудь в другой раз. Ну, вот такой вот массаж, конечно же, очень важен. Как только мы снимем полностью скованность и напряжение в грудном отделе, шею практически отпустят моментально. Ну и, конечно же, мы все это дело заставляем вакуумными баночками. И постановка банок в этом случае дает очень мощный эффект. Банки ставим вдоль позвоночника, ну и, конечно, на мышцы, поднимающие лопатку.